Привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики! В сегодняшнем видео посмотрим на такую модель, которая недавно вышла H96 Max X3, то есть конкретно на процессоре от компании M-Logic S905 X3 Все, что сейчас вы видите на своем экране, это стандартная комплектация этого TV-бокса То есть это сама упаковка, она довольно не информативная, но здесь по крайней мере все указано Какая конкретно модель, сколько гигабайт даже указано на коробке, потому что обычно наклейки клеят Дальше, это блок питания на 2 А5 Вольт, со стандартным стекером 5 А5 Потом HDMI кабель типа А с обеих сторон для подключения TV-бокса к телевизору Около метра И пульт дистанционного управления питается пульт от 2 батарейки типа 3, в комплекте батарейки, как обычно, не идут Пульт такой универсальный, стандартный, как часто используют H96 Конкретно линейка эта Минималистичный дизайн, минимум кнопок, но все самые основные имеются Это инфракрасный пульт Мануальчик Инструкция на английском языке Цветная, маленькая очень И сам TV-бокс Сам дизайн TV-бокса очень круто смотрится Такой необычный крутой дизайн Симпатично с дельфинчиком На передней части здесь есть такой мини-жик-экранчик, который отображает часы Индикатор включения-включения Дальше по порядку пройдемся по разъемам TF-разъем, microSD-карточек для расширения памяти, к примеру, если вам будет недостаточно встроенный Разъем питания для блока питания, который идет в комплекте SPDF-разъем для более качественной акустики подключения Аудио-видеоразъем Для подключения, опять же, можно подключать через тюльпаны те же старые телевизоры Там нет HDMI-разъема Дальше HDMI-разъем Версии 2.1, собственно, для подключения к современным телевизорам Разъем RJ45 для подключения интернет-кабеля напрямую от провайдера Кстати, 1000-мегабитный, что очень хорошо Два USB-разъема Первый из них это версии 2.0, обычный стандартный разъем И версии 3.0, это высокоскоростной разъем для более быстрого чтения передачи данных Больше как бы ничего здесь не имеется На нижней стороне Здесь просто такая решетка вентиляции Для вывода теплого воздуха Указана какая-то модель, сколько гигабайт Просто пластиковые ножички И все, как бы больше здесь ничего интересного нет Ну и коротко по характеристикам Эта модель поставляется сразу с девятым андроидом То есть операционная система 9.0 Также здесь стоит самый новый, пока что 4-х лидерный процессор Компании M-Logic Это S905X3 Cortex-A55, 6-ти 4-битная система В связке с ними это видеокарта Mali-G31 Очень неплохая, кстати Двух диапазонный Wi-Fi, как 2.4 и 5-ти герцовый И Bluetooth версии 4.2 Эта модель бывает нескольких разных версий То есть на 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти И 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти То есть такой себе выбор Разница только в памяти Все остальное то же самое То есть тоже везде двух диапазонный Wi-Fi и тысячамегибельный интернет Ну и также поддержка большинства форматов В том числе в видео 4К Давайте, собственно, переключимся на телевизор Покажу, как оно выглядит, что себя представляет По тестам пройдемся, ну и по всему остальному Переключаемся Итак, загрузился этот TV-Box Вот так, собственно, выглядит рабочий стол Главный экран этого TV-Box Очень, на самом деле, все удобно Все просто Легко в управлении Легко что-то найти Единственное, что нет верхней шторки Это сразу можно назвать, наверное, минусом И нижней шторки тоже Но нижнюю, к примеру, статус бар Я поставил с того же Play Market И нормально работает В принципе, это решаемо Давайте, наверное, сразу с настроек начнем А потом уже по всему остальному придем По настройкам Как обычно, девятый Android Имеет справа колоночку с настроек Давайте по порядку Сеть интернет Отсюда же можно настраивать Как и подключать Wi-Fi Так и интернет по кабелю Если у вас будет подключение по кабелю Аккаунты стандартно Приложения Отсюда же можно удалять кэш Чистить приложение В общем, разрешение приложений Специальный доступ Выставлять приложение Ну, как обычно Настройки устройства Давайте по порядку Об устройстве Обновление системы Отсюда же можно сделать То, так как здесь есть Последняя версия прошивки стоит То обновлений никаких пока что нет Название устройства H96 Max X3 То есть все верно указано Правильно Перезагрузить Отсюда же можно Версия Android 9 Сборка Здесь даты как бы нету Здесь просто такие числа В общем, смотрите Это последняя версия Пока что Android Что есть Дальше Bluetooth Ну, здесь можно подключать Bluetooth устройства Различные Я, например Подключил геймпад Вы можете, к примеру Подключать там Беспроводные колонки Наушники беспроводные И тому подобное В общем Устройства по Bluetooth Можно переименовывать Тоже такое вот есть Дальше Дата и время Здесь все стандартно Нечего показывать Языки Здесь огромное количество языков В зависимости от страны В которой вы живете Все проматывать не будем Но очень много их Клавиатура и автозаполнение Здесь можно настроить Как и экранную клавиатуру Так и клавиатуру Подключенную физически Ну, то есть там Беспроводная Какая-нибудь Или проводная Наоборот Часть настроек Не переведены К сожалению Тоже можно назвать Наверное Недостатком прошивки Вот Вот так Дальше По звуку Системные звуки Выбор форматов Вот выбрал Вручную Здесь можно Вручную Включать Что нужно Что не нужно К примеру К сожалению Я проверить все это Не могу Потому что у меня нет Нужного оборудования К примеру Того же ресивера Чтобы проверить И сказать точно Что работает Хранилище По хранилищу Здесь указано 4 гигабайта Оперативки 4096 мегабайт Все верно Как бы 64 гигабайта Встроенной памяти То есть Опять же Все верно Заставка Заставка Стандартно Нечего показывать Как обычно Местоположение Тоже Ой Вышел Извиняюсь Случайно Местоположение Безопасность И ограничения Опять же Тоже стандартно Ничего нового Специальные возможности Ну к примеру Вот этой функции Здесь не было Изначально Потому что я поставил Навигационный бар И можно его включать Отключать Сейчас Вручную Сброс До заводских настроек Здесь имеется Стандартно Дальше Пульты Аксессуары Ну опять же Это добавить устройство Те же самые Bluetooth Который я только что Показывал Обновление системы Давайте Проверим Как видите Последняя версия Прошивки От 27 12 19 Года То есть Перед самым Новым годом Вышла прошивочка Довольно свежая Дальше Здесь еще Не все настройки Дополнительные Настройки Выделены Здесь Такие же И Вот здесь Дройд Сеттингс То есть Здесь разделены Конкретно Видео и аудио Настройки Еще дополнительно По дисплею Настройки Дисплея Так как у меня Ограниченное Разрешение Экрана Телевизора Поэтому у меня Показывает только Максимум Full HD Если у вас будет Примером Телевизор 4К У вас будет Чуть больше Настроек Дальше По цветам Настройки Dolby Vision Но так как Нет лицензии То он не рабочий Screen Position Но здесь Можно К примеру Подтягивать Растянуть Стянуть Изображение К примеру У вас где-то Не влезает В телевизор Экран Или наоборот Подтянуть Нужно Здесь можно Отрегулировать Конвертер В HDR CDR И наоборот Также Функция CES Control Тоже имеется Только что Не переведено Это менюшка Аудио Настройки Еще дополнительно Опять же Здесь тоже Можно все Регулировать Ползунками Настройки Выключения Включения То есть Можно поставить Чтобы он Выключался Точнее Не выключался Полностью А засыпал И потом Включаете С того же Самого места Где выключен Или же Полностью Выключение Как сейчас Стоит Или же Перезагрузка Не знаю Перезагрузкой Обычно Никто не пользуется По картинке Настройки Картинки И настройки Больше настройок Как бы Больше настройок Выглядит Просто таким образом Как в том же Смартфоне Планшете К примеру Все то же самое Просто Другой вид Ладно Выходим По настройкам Как бы все Что дальше Здесь имеется Ну главные ярлыки Понятно YouTube Google Play То есть Play Market Тот же Все приложения Браузер Проводник Настройки Выставлять Дату и время И тут же Указано Опять же Что подключено Что отключено Например Wi-Fi сейчас Подключено И флешка Не подключена USB Micro SD Карточка Или по кабелю Чистить можно Память Тоже хорошо Есть Кнопочка Добавлять Избранные К примеру Добавим Ну пусть будет Вот этот К примеру И у вас появилось Приложение Чтобы не искать Например Во всех приложениях Вы можете себе Настроить Строку Избранных Приложений Которые Хотите Чтобы быстро Включить Опять же Чтобы отключить Берете Таким же Образом Галочку Выставляете Дальше Пройдемся По всем Приложениям Что здесь Изначально Было Предустановлено Что уже Само Доставлялось Например Предустановлено Была Галерея Изначально Была Музыка Была Настройки Собственно Тоже Была Права Супер Пользователя AirScreen Часы Были AppInstaller Браузер Chrome Стоял Android Settings Google Приложение Тоже Было Файл Браузер Такой Еще Был Проводник ES Проводник Еще Один Pro Версии KDMC Это тот Жекоте Тоже Стоял Media Center Был Miracast Был Prime Video Тоже Был Play Market Тоже Конечно Был Netflix Стоял Movie Player Тоже Был Setup Wizard Тоже Был Update Стоял И Встроенные Приложения YouTube Все Остальное Доставлялось Уже Отдельно То есть Довольно Много Приложений Уже Остановлено Было К примеру Что Показать Давайте Пьем Наверное С того же Play Market Play Market Здесь Обычный Обычный Такой Как В том же Планшете Там Или Смартфоне Здесь Функция Голосового Поиска Кстати Тоже Можно Искать Через Голосовый Поиск Дальше Давайте YouTube Посмотрим Встроенный YouTube Выглядит Вот таким Обычно Стандартно Уже Привычно Как Часто Мы Видели В других Моделях Давайте Пройдем В поиск Есть Голосовой Поиск Сразу Его Испытаем Работает Леон Видео 4К 60 FPS Как Видим Голосовой Поиск Сразу Ищет Все Без Проблем Выбираем Опять же Ролик Такой Чтобы Без Авторских Прав Чтобы YouTube Мог Пропустить Его Примерно Стандартные Роли Которые Часто Использую Так Надеюсь Не кричит Потому Что Может Кричать Посмотрим Проверим В каком Качестве Оно Воспроизвело 4К Пишет Да Видео 4К Воспроизвод Давайте Принудительно 4К Возьмем То есть Подгрузка Достаточно Большая 4К Справляется Вообще Без проблем Никаких Тормозов Никаких Фризов Все Отлично Работает YouTube Справляется 4К Видео Отлично Ладно Выходим Убедились В этом Также Давайте Покажем Ну Опять же Браузер Chrome Можно Искать Стандартно Как обычно Вы ищите К примеру Писать Текст Переключать Языки И тому Подобное Или же Можно Через Голосовой Поиск Терминатор И Как видим Ищет Фильм Терминатор То есть Все Довольно Просто И Без проблем Ладно Выходим Браузером Пользоваться Можно И голосовым Поиском И обычным Поиском Кстати Был еще Firefox Браузер Не сказал Наверное Был Предустановлен Тоже По поводу Многоконности Вроде Как Есть Возможность Передвигать Вот И Пользоваться То есть Можно Пользоваться К примеру Нескакими Сразу Приложениями К примеру Возьмем Play Market И браузер То есть Режим Многоконности Здесь Работает И можно Пользоваться Сразу Одновременно Нескакими Окнами Можно Выбирать Приоритет Что Более Важно Что Менее Важно Также Наоборот К примеру Или Полностью Отключить Ну В общем Понятно Ладно Думаю С этим Понятно Ну И давайте Запустим Какой-нибудь Еще Фильм 4К Хорошего Разрешения Большого Размера Через Торрент Посмотрим Как будет Справляться К примеру Я покажу На примере Приложения Кино Тренд К примеру Выберем Какой-нибудь Фильм Пусть Будет Джокер Джокер Торрент Здесь Максимальный Размер 52 Гигабайта Давайте Его Запустим Так Фильм Запустился Никаких Тормозов Не Вижу Все Отлично Работает Извините Приходится Замыливать Потому что Ютюб Не пропускает Такие Фильмы Вообще Фильмы Это Авторские Права Поэтому Как бы Сразу Блокирует Так что Извиняйте Будем Показывать Пока что Так При этом Температура Сейчас Нагревается 72 градуса Больше Не растет То есть 71 Даже Упала Нагревать опять же на примере известного приложения HD Video Box, одной из самых популярных примера, давайте запустим какой-нибудь фильм попробуем вот этот предлагает искать нажимаем искать нашло только два файла но тем не менее ну давайте в этот 720, 1080 нет, давайте попробуем что-то побольше поискать ну пусть будет вот этот Gemini Gemini тоже 720, 480 нет, здесь 4К через Filmix вот, воспроизвелось нормально оно сразу, в принципе, не нужно ничего ждать оно здесь сразу показывает извиняйте, опять же, буду замыливать, потому что опять же, фильмы YouTube не пропускает авторские права 60 градусов 59 сейчас показывает так что торрент даже больше тянет получается процессора, то есть нагрева все отлично работает никаких тормозов никаких проблем давайте промотаю промотка тоже работает сразу практически то есть посмотреть можно очень удобно ладно, давайте к примеру здесь еще у меня колоночка торрент тот же самый фильм можно включать через тоже торрент как я только что показывал в кинотренде тоже выбирать опять же размеры там уже тому подобное как видите iTunes там украинская озвучка там еще какая-то вот Line и тому подобное в общем понятно думаю разберетесь ну и так же обычно ТВ приставки покупает в основном одно из самых основных требований это для просмотра IP телевидения к примеру я покажу на примере приложения IPTV которое собственно можно скачать в любом плеймаркете вот у меня здесь установлен плейлист огромное количество каналов там тысяча тысяча с чем-то где-то так короче огромное количество разная тематика как видите новостные каналы там детские какие угодно даже клубничка здесь вот снизу есть так что рекомендую ставить сразу родительский контроль чтобы если у вас дети случайно не видели этого потому что там очень жестко все дальше к примеру покажу какой-нибудь канал ну давайте стандартно опять же фильмовый какой-то канал я буду стараться опять же по-быстрому показывать потому что опять же мало ли что попадет какой-то авторские права там или какой-то насилие опять же YouTube реагирует на такие вещи там в первые же секунды так что объединяйте по-быстрому к примеру спортивный канал гонка верблюдов прикольно тут футбол в общем каналы работают работают правда не все есть некоторые все же что не запускается но в основном практически все работают без проблем ладно я думаю понятно будем выходить пройдемся также по тестам начнем с теста AIDA64 как видим модель у нас H96 Max X3 то есть верно указано процессор M-Logic получается платформа Franklin стандартно оперативной памяти 4 гигабайта 64 гигабайта встроенной памяти из них 53 с лишним получается оставшейся потому что остальная память как мы сказали идет операционная система Android центральный процессор 4 ядра Cortex-A55 разогнан до 1908 герц очень неплохо то есть довольно большой разгон 64-битная система отображение графика у нас идет на разрешение экрана 1920x1080 то есть Full HD полноценная видеокарта Mali-G31 3.2 OpenL очень неплохо сейчас оставлю обновление 60 герц тоже неплохо сеть как видим есть поддержка двух диапазонов Wi-Fi то есть 5 герц Wi-Fi поддерживается что очень хорошо Android 9 рут доступ указано что имеется температура ну опять же я датчик выставил что вы видели здесь показывает чуть-чуть не совпадает здесь на TV-боксе чуть меньше показывает но тем не менее температура вы видите температура еще нормальная очень даже неплохая по кодекам давайте покажу промотаю вы сами посмотрите что здесь поддерживается как аудио так и видео в кодеке огромное количество вот как видите довольно много чего поддерживается выходим также я проверял тест Antutu Antutu тест показал у меня 72216 баллов правда как-то он странно показал кому интересно по цифрам смотрите по цифрам просто он когда графику первую первоначально должен был прокручивать он должен был видео такое типографическое прокрутить но это видео он как-то промотал и его не было как бы как бы часть теста пропустила но тем не менее все нормально дальше сработал ладно на Antutu я думаю понятно хотел еще запустить на всякий случай приложение root checker чтобы проверить на всякий случай есть ли здесь root права хотя вы здесь видели что root права имеется судя по ярлычку такому с крестиком на рабочем столе но проверим для того чтобы убедиться да root права здесь имеется вот root права имеется оно сразу предлагает доступ приставка рутирована это хорошо ну и так как здесь есть root права то здесь можно поставить приложение FRD и пользоваться пользоваться полноценным автофреймрейтом без проблем как видите ну и давайте еще проверим тест Wi-Fi что покажет этот тест давайте сейчас запущу посмотрим посмотрим ну и думаю вам уже видно это кстати я проверяю на 2,4 ГГц Wi-Fi то есть как видите для 2,4 ГГц Wi-Fi здесь очень хорошая скорость 58 почти 159 Мбит секунды это очень неплохая скорость для 2,4 ГГц давайте переключим еще на 5 ГГц посмотрим что покажет еще на 5 ГГц Wi-Fi теперь подключимся и пройдемся по тесту снова заново собственно ожидаемый результат Wi-Fi здесь отличный 5 ГГц Wi-Fi выдает практически максимум у меня провайдер столько обычно и выдает больше не выдает так что это отличная скорость для 2 диапазона Wi-Fi на этой приставке с Wi-Fi здесь порядок еще я провел тест на тротлинг вот такой результат показал этот тест практически идеальный график единственное что был небольшой скачок но этот скачок влиял на общий результат получается 93% максимальной производительности процессора получилось температура при этом нагревалась 75 градусов при частоте 1,9 ГГц в принципе очень неплохой результат можно сказать как раз в это время просто я включал TV-Box то есть хотел посмотреть может из этого и скакнул но да ладно выходим тест 3DMark в режиме сингл-шот экстрим другого режима к сожалению нет уже почему-то экстрим поэтому получилось только вот такой результат оценка 334 балла очень неплохо кому интересно подробнее давайте промотаю в общем все пройдемся также по игрушкам начнем с танчиков как обычно в правом нижнем углу вы сможете увидеть количество FPS чем больше FPS тем лучше качество игры сингл-шот 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 «Концов» т.к. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 у примера давайте запустим видео пусть будет вот этот самсунговский давайте через lc и без проблем все отлично шикарно показывает без всяких тормозов при этом температура греется всего-то на 60 градусов очень 62 вот довольно немного для 4k видео вообще принципе для видео хорошего ладно давайте еще какой-нибудь запустим к примеру давайте ну пусть будет стандартно с машинками они не с машинками но тоже красивые кстати промотаем чуть-чуть промотаем говорю чуть-чуть было больше промотать очень красочные цвета все шикарно выглядит ну то есть 4k стажки тянет вообще без проблем без всяких тормозов без всяких лагов это я думаю вам понятно итак подведем итоги я думаю собственно вы сами все на телевизоре видели я думаю какой-то вывод для себя уже сами сделали я просто скажу свое мнение что конкретно я про не думаю например есть по плюсам по минусам из недостатков наверно могу сказать сразу то что не сразу кидается в глаза когда запускаешь это тиви бокс это то что здесь нет верхней и нижней шторки статус бара но это принципе как бы решаемо как видите я нижний статус бар поставил с того же play market а это все без проблем ставится тест гикбенч к сожалению запустить не смог почему-то он не в самом конце выбивает то есть сразу выкидывать с приложением не понимаю почему так что извините если что не все тесты показал но как вы сами видели в тестом тут у например показал неплохой результат но стандартный для этого процессора как и ожидалось температура довольно небольшая можно сказать нагревается в пределах норма для этого процессора тут права здесь имеются автофреймрейт настраивается видео больших размеров сторентов тоже тянет нормально то из простых источников там потокового видео тоже без проблем все тянет с 4k тоже справляется отлично в играх вполне себе неплохо не конечно не идеально можно нельзя сказать что прям игровая приставка но тем не менее в игрушки поиграться можно на этой приставке вполне себе то и вообще за такую цену принципе это больше придирка наверно к этому тивоксу потому что он своих денег стоит это точно я ссылочку под видео вам обязательно оставлю сами сможете посмотреть актуальную цену сколько он сейчас стоит вполне достойная модель могу сказать можно брать вполне неплохой вай фай но собственно недостатков я таких особо не могу найти потому что приставка неплохая я надеюсь этим видео кому-то помог на этом тогда буду прощаться до скорой встреч подписывайтесь ставьте пальцы вверх пока пока